Привет всем! Сегодня у нас прогулка по проспекту Чернышевского, которые пересекают Шпалерная, Захаревская, Чайковская и другие. И любуемся городской архитектурой. Итак, Шпалерная 39, доходный дом Колобовой. Эклектика с греческого, перевод способность выбирать, избранный, отборный. И примерной эклектики могут служить контора самих же лесопильщиков Колобовых и дворец Белосельских-Белозерских. Давайте подойдем поближе, и мы видим парадную дверь. Она, конечно же, пыльная, но прекрасно сохранилась. И великолепное чугунное литье на консолях. И, конечно же, козырек уже новый, но консоли шикарные. Подойдем к другой двери. Она немножечко в пыли, но тоже хороша. Как бы хотелось попасть внутрь. И мне повезло. Подошла дама и любезно меня впустила. А тут начинается красота. Все чистенько отремонтировано, красивые потолки, красивая подсветка. И, конечно же, великолепная печь, которая встречает нас у входа. Наверняка она когда-то была израстцовой, израстцы потеряны. И мне представилось, как было красиво раньше. Пальмы, зеркала, дворецкий, роскошь кругом. Дальше ведут двери в квартиры во флигель. А выше лестница ведет в основные квартиры. И чугунное литье перил, к счастью, потеряно не все. Удивительная чистота в парадной. А мы возвращаемся и замечаем сквозь стекло ажурный козырек. Выходим на улицу, заворачиваем за угол. И вот перед нами доходный дом Нельговской. Захарьевская, 19 и пересечение Чернышевска, 8. Цвет и детали отделки подтверждают, что перед нами модерн. Скандинавский романтизм по-другому зовется этот архитектурный стиль. И современное здание, вплотную пристроенное, также носит элементы модерна. Следующий дом по адресу Чернышевского, 12, это доходный дом Чижовых. Спокойный серый цвет фасада как бы подтверждает немногословный романтизм Скандинавии. И эркеры увенчаны картушами с крупными барельефами львиных голов по бокам. И тут же, на пересечении с улицы Чайковского, двухэтажное здание почти разрушенное. Блеск и нищета архитектуры Петербурга. А мы разворачиваемся и видим доходный дом Вейнера, Чайковского, 38. Посмотрите, как хорош угловой эркер с флюгером наверху. И балкончик поддерживают, конечно же, красавцы Атланты. Изумительные решетки. Подойдем поближе и рассмотрим сказочную вязь чугунных украшений над парадным входом. Действительно, роскошно. Попасть мне внутрь не удалось, к сожалению. Но радует, что красоту сохранили. А напротив представлена одним сплошным фасадом разноэтажная архитектура. Это и пятиэтажное здание, и рядом двухэтажный особняк. Это на Чайковской, 53, собственный дом архитектора Кольмана. Очень красивое оформление. Сандриков. И здесь же его доходный дом Кольмана. Сегодня находится отель Чайковского, потому что улица тоже Чайковского. Стиль двух зданий неоренессанс. Условное название стилей XIX века основой является архитектурой итальянского возрождения. Борец великого князя Владимир Александровича и торгово-промышленный банк – это премьеры неоренессанса. Ну а этот дом доходный Копалова внесен в реестр культурно-исторического значения. Итак, наша небольшая прогулка закончена. Пишите в комментариях, стоит ли нам продолжать любоваться фасадами Петербурга. Ставьте лайки. До скорой встречи на Ютюбе.